Пройдет несколько лет и Виталий Кличко вернется к своей семье в Америку. То, что увидела в его лице большая Украина, вылыка Украина, говорит ей однозначно, что это не наш человек. Человек, который встречается в Кабатье с Саакашвили, человек, который подобострастно выслушивает указания от сенатора Маккейна, который сошел с ума еще во Вьетнаме. Человек, который делает постановочное видео и не может логически закончить ни одну синтаксическую конструкцию, не может быть президентом Украины. На его фоне даже Виктор Федорович, профессор. Но он не плохой человек, он не виноват, что он не учился в школе, он не виноват, что он не учился в институте, он не виноват, что он не мог читать книги, мудрые, хорошие книги. Он не виноват, что сегодня он по анализу портала Биг Мир, он является самым запрашиваемым персонажем со всех гей-сайтов земного шара. Он не виноват. Не судите его слишком строго. Поэтому дай ему Бог здоровья, счастья. Но я думаю, что ему нужно какое-то время, чтобы весь этот ссор с него сошел, и он может продолжить свою счастливую, заслуженную, прекрасную жизнь со своей прекрасной, я уверен, семьей. Следующий герой. Так, дальше. Арсений Яценюк. Арсений Яценюк. Вы знаете, я хотел бы сначала про Олега Дегнадова. Давайте. Олег Дегнадова может и, возможно, станет, или, скорее всего, станет президентом Западной Украины. В нее войдут три, четыре, пять, максимум шесть областей. Через год после того, когда он станет президентом Западной Украины, из этих шести областей три опять попросятся в Волыку Украину, назад, в Большую Украину. А самая рисковая судьба, это, конечно, у Арсения Яценюка. Для того, чтобы стать президентом, ему нужно победить самого злого, жестокого и смертельного врага. И такой у него есть. Это не Виктор Федорович Янукович. Арсений Яценюк имеет совершенно беспощадного врага, только победив которого, может стать президентом. Зовут его Юлия Владимирова Тимошенко. Вот такая судьба ждет трех наших лидеров.